СПБ биржа согласовала механизм распределения не попавших под ограничение денежных средств с участниками торгов, сообщает площадка. Их объем составляет почти 6 миллиардов рублей в долларах США, юанях, тенге и гонконгских долларах. Это больше трети от общей суммы клиентских денежных средств. Их биржа распределила пропорционально объему и валютам между участниками торгов. Вывести их можно будет только в рублях. Возможные сценарии действий для разблокировки оставшихся активов площадка получит до 4 декабря. О ситуации с СПБ биржей я расскажу через считанные минуты. Это «Экономика главная» в студии Татьяна Вершигара. Здравствуйте. Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму. Но продажи недобросовестных финансовых продуктов остаются высокими. И регулятор подготовит базовые стандарты, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиулина на конференции «Фокус на клиента». Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы выстраивалась культура клиентоцентричности. Чтобы важны были не только прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов. Мы считаем, что перед тем, как выводить продукт на рынок, должна быть процедура оценки клиентской ценности этого продукта, корректности и полноты информации, которую организация дает клиенту. И, как минимум, такая оценка должна быть по сложным продуктам, где людям тяжело понять и риски этого продукта, и полные затраты. Потом у нас есть идея перенести это все-таки в базовые стандарты и, по сути, сделать их обязательными. Набиулина подчеркнула, что сейчас рынок, цитата, «уходит в цифру», а удобные сервисы становятся качественной характеристикой для российского финансового сектора. Накануне на встрече главы ВТБ Андрея Костина с Владимиром Путиным также обсуждался вопрос банковской стабильности. Президент отметил, что сектор смог преодолеть все сложности, которые создаются извне. В свою очередь, Костин подчеркнул, кредитные организации готовились к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивей, поэтому сегодня в стране наблюдается экономический рост. По данным ЦБ, банковский сектор уже заработал с начала года почти 3 триллиона рублей. И чисто число прибыльных банков составило 284, это 88%. Ситуация с заявлением о банкротстве СПБ-биржи близка к преступлению. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Он также подчеркнул, что регулятор считает ситуацию, цитата, «совершенно недопустимым кейсом», в котором должны разобраться и правоохранительные органы, и подразделения Центробанка. Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было очевидно манипулирование ценой. Я не могу об этом утверждать как о факте, потому что факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась в силу того, что звезды легли. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал. Мамута также добавил, что пока от инвесторов не поступало жалоб на ситуацию, но можно ожидать, что они будут в дальнейшем. Напомню, что 24 ноября некто подал заявление о банкротстве СПБ-биржи. Известно об этом стало накануне. В карточке дела не был указан заявитель. Представитель площадки подчеркивал, что подобные заявления от имени биржи не подавались. Вчера вечером также стало известно, что арбитражный суд Москвы вернул документ СПБ-биржи из-за несоблюдения требований при подаче заявлений. Сама площадка сообщила, что обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с возможным подлогом документов. Также риски манипуляции пообещал изучить Центробанк. В Евросоюзе могут разблокировать активы, попавших под санкции россиян, но только для того, чтобы заставить их продать имущество, сообщает финское агентство СТТ. При этом деньги владельцы все равно не получат, их заморозят, а в случае отказа имущество конфискуют. Таким образом, экспроприировать собираются, например, спортивную арену Хельсинки. Как сообщает пресса, ее владельцы – это попавшие под санкции российские бизнесмены Ротенберг и Тимченко. Конституция Финляндии позволяет экспроприацию собственности в целях общественной необходимости. Разрешение выдает правительство, но его можно обжаловать. Земля под ареной принадлежит городу Хельсинки. Этот комплекс не использовали с весны прошлого года. Кроме того, власти финского города Турку решили выкупить здание бывшего генерального консульства России и снести его. Хельсинки отозвали согласие на работу этого представительства с октября. Сделали это после закрытия генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Еврокомиссия утвердила предложение о запрете на продажу российских алмазов. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на проект постановления. Документ могут направить на рассмотрение странам-членам ЕС уже в ближайшее время. Санкции, как и заявлялось ранее, коснутся российских алмазов, а также алмазов, обработанных в третьих странах, и ювелирных изделий с бриллиантами. Запрет на камни из России планируют ввести с 1 января 2024 на обработанные в третьих странах с сентября. Также известно, что ограничения на поставки алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться поэтапно, начиная с марта. Такая мера позволит, цитата, «внедрить механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать сбои в работе участников рынка». Напомню, что о планах стран ЕС и Большой Семерки ввести ограничения на торговлю российскими алмазами стало известно еще в мае этого года. Искусственный интеллект не отбирает, а дает новые рабочие места. Об этом говорится в исследовании Европейского центрального банка, пишет Forbes. Компании направляют большие инвестиции на изучение ИИ, поэтому спрос на профессионалов в этой области растет, несмотря на рецессию. Впрочем, быстрое распространение технологий искусственного интеллекта может привести к снижению зарплат, отметили в ЕЦБ. Исследования проводили в 16 европейских странах. Заметили потребность в высококвалифицированных кадрах, в секторах, на которые может повлиять распространение ИИ, растет. При том, что на неквалифицированные кадры и кадры средней квалификации этот тренд никак не повлиял. О влиянии ИИ на рынок труда рассуждают и в России. Так, на этой неделе глава Сбера Герман Греф предположил два сценария развития в комментариях РБК. В первом, искусственный интеллект облегчит трудовую деятельность человеку, позволит работать меньше, а зарабатывать больше. Во втором, благодаря ИИ увеличится число рабочих мест и, как следствие, дефицит сотрудников. Также в ходе пленарной сессии международной конференции AI Journey Греф назвал основные сферы, в которых ИИ даст наибольший прорыв. Это здравоохранение, образование и построение систем управления. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.